Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с целью привлечения вашего внимания к вопросам потребительского образования и проклады закон о защите права потребителей, мы открываем городской конкурс по основам потребительских знаний среди учащихся в образовании и учреждении. Ставший уже традиционным конкурс по основам потребительских знаний среди старшеклассников общеобразовательных школ в этом году проходил уже в 14-й раз. Но главная его цель осталась неизменной – определить лучшую команду по знанию основных положений Закона Российской Федерации о защите прав потребителей. В этом году конкурс прошел в 14-й раз, приняли участие около 60 старшеклассников города. Очень важно, чтобы школьники как можно раньше узнавали о своих правах и грамотных инструментах по их защите, ведь это основа для их дальнейшей успешной реализации в жизни. За право стать лучшими знатоками основ потребительских знаний боролись 11 команд, которые в ходе конкурса, проводившейся в лучших традициях КВН, должны были представить визитную карточку команды, эмблему, название и девиз. Вас приветствует команда «Неудержимая». Наш девиз – нас всех вместе не унять, никому не удержать. Мы всегда летим вперед, нас везде победа ждет. Энергичная, неповторимая, единственная, решительная, головокружительная, искрометная, яркая. Наша команда «Энергия». Наш девиз – «Энергия супер, энергия класс, энергия будет победой для нас». Эко-фатия – наш девиз. Только вместе, только дружно, помогать природе нужно. Вас приветствует команда «Валяш». Девиз команды – просто яйца, с ним каждый человек согласен. Права потребителя, знай восконально, они тебе в жизни помогут реально. Вас приветствует команда «Школа номер 34». Правильный выбор. Наш девиз по жизни. Защитим права любого с законным действием и словом. Правильно решить ситуационные задачи. Показать домашнее задание на тему расширения прав и возможностей потребителей посредством перехода к экологически чистой энергии. Завершал состязание конкурс капитанов, каждый из которых должен был правильно ответить на три вопроса. Знание своих прав – одно из важнейших условий успешной адаптации молодого человека в современном обществе. И чем раньше школьники получат опыт экономических отношений, тем проще, успешнее и увереннее они будут чувствовать себя в дальнейшем. В течение учебного года старшеклазники получают основы потребительских знаний в рамках элективных курсов, предметов общества знаний, экономика, права. Ежегодно проводятся внеклассные мероприятия, посвященные Дню защиты прав потребителей. Именно в целях совершенствования форм и методов защиты прав потребителей пропаганды основ потребительских знаний среди школьников управлением образования города совместно с управлением потребительского рынка товаров и услуг 14 лет назад и был организован этот конкурс. Кстати сказать, ребята показали довольно высокий уровень подготовки и на большинство вопросов давали полные исчерпывающие ответы, делая это нестандартно, с выдумкой, используя свои музыкальные, вокальные, танцевальные и артистические способности. А некоторым шуткам ребят могли позавидовать даже бывалые КВНчики. К сожалению, награждение участников и победителей конкурса состоялось только спустя неделю и некоторые из ребят не смогли присутствовать на этой важной части мероприятия, но награды получили все. Командам, не попавшим в число призеров, были вручены грамоты и поощрительные призы. Это команда ЛИС «Потребнадзор» лицей номер 7. Это команда «Наши дел» школа номер 32. Это команда «Виктория» гимназия «Валинска». Это команда «Неудержимая» школа номер 8. Это команда «Энергия» школа номер 10. Это команда «Экоквардия» школа номер 5. Это команда «Настражи природы» школа номер 26. Это команда «Потребитель спищи» лицей номер 4. Дипломами третьей степени и беспроводными наушниками были награждены участники команды «Тесла» школы номер 22. Дипломы второй степени и беспроводные акустические колонки получили члены команды «Вояж» школы номер 6. А победителями 14 конкурса по основам потребительских знаний стала команда школы номер 34 «Правильный выбор» в составе Ульяны Зыбаревой, Дарьи Клочковой, Нвардейк Пиджаян, Алины Павленко и капитана команды Ивана Козарезова. Каждый из ребят был удостоен диплома первой степени и получил в подарок умные часы. Первое место на капитана команды Ивана Козарезова. После церемонии награждения я побеседовал с участниками и победителями конкурса. «Как представитель территориального отдела Роспотребнадзора я хочу заметить, что проведение данных конкурсов необходимо для нынешней молодежи. Подготовка и участие в данном конкурсе дает нашим гражданам четкое понятие законодательства о защите прав потребителей, понимание, как действуют нормы и знание своих законных прав и интересов. Это помогает нашим молодым потребителям не попасть в какие-либо казусные ситуации и быть грамотно подкованными гражданами». «Скажи, пожалуйста, ты участник этого конкурса. Ты считаешь, нужны такие конкурсы и что они вам, школьникам, дают?» «Я считаю, что такие конкурсы очень важны для учеников, потому что мы с каждым конкурсом познаем все больше и больше, развиваемся в этом направлении. Мы понимаем, насколько важна экология для жизни не только нашей страны, а для жизни всего мира. И я думаю, что каждый человек, каждый ученик, который принимал участие в этом конкурсе, получил какие-то новые знания, которые обязательно вам пригодятся в жизни». «Ну что, ребята, я вас поздравляю с победой. Она была заслуженной. Вы сделали все, чтобы стать первыми. И надеюсь, что и в будущем году, и дальше ваши традиции, ваши потомки, которые за вами пойдут, будут поддерживать. Я хотел бы спросить, что вы сегодня чувствуете, как став победителем? «Наша команда очень рада данной победе. Минуты награждения были самыми волнительными, можно сказать, в жизни. Большое спасибо хотим сказать нашему наставнику, куратору Веронике Юрьевне, за то, что помогала нам в организации и подготовке данного мероприятия. В принципе, все». «Мы в шоке. Эмоции просто зашкаливают». «Они очень надеялись, очень верили, но очень боялись и переживали, потому что соперники были действительно достойные. Поэтому вот эти минутки, секундочки, конечно, в ожидании». «Ура!» А завершился 14-й городской конкурс по основам потребительских знаний среди старшеклассников общеобразовательных школ традиционной фотографией на память.